Секс вне брака Секс вне брака. Это же нормально, если всем нравится? Ну, во-первых, когда мы говорим о любви, то у любви есть такое свойство, как говорил апостол Павел, любовь не ищет своего, то есть любовь никогда не хочет. А когда мы говорим про секс, то чаще всего используется выражение «я хочу тебя». Если девушка хочет, чтобы ее любили, то, на мой взгляд, она просто обязана отказать человеку, если он требует интимной близости. Только таким образом она сможет понять, любит ли ее или просто всего лишь хотят ее тело. Но давайте обратимся к молодым людям. Хочет ли молодой человек, чтобы его жена была до него с разными другими мужчинами? Конечно, не хочет. Ему хочется, чтобы жена у него была единственная и несравненная, чтобы она его никогда ни с кем не могла сравнить, и что он был для нее единственным. Но тогда, если он так хочет, зачем же он портит других девушек? И будет ли он заслуживать от Бога хорошую жену, если перед этим сам блудил? Не надо потом плакать и обвинять Бога в том, что у тебя что-то не получилось в браке, когда ты сам до брака все делал для того, чтобы его разрушить. Помните, что главная часть дома – это фундамент. Фундамент скрыт от глаз людей чаще всего. Соответственно, брак – это первый этаж, а жизнь до брака – это фундамент. Если до брака вы не блудите, то вы, в принципе, имеете обоснованную надежду, что в браке будет все хорошо. Если же до брака вы все разрушаете блудом, тяжким, смертным грехом, тогда нечего стонать, когда потом весь дом трещит по швам. Человек целомудренный получает за целомудренную награду, а человек, который живет в блуде, получает от Бога урок. А так как блуд – смертный грех, то обычно и семья потом настолько слабая, что чаще всего распадается. То, что в нашей стране, да и в целом в мире сегодня большинство семей распадается, вина в этом на самих людях, то, что они блудили до брака – это главная причина слабых семей.